Всем привет, спасибо, что дождались второй лекции. Ну, а сейчас будет немножечко про разработку лекарств. Кто когда-то принимал когда-либо какие-то лекарства? Поднимите руки. Так, вот, значит, как выглядит лес рук, да? Окей, а кто-то задумывался вообще, как они получаются, откуда они падают? Это тоже лес рук. Окей, давайте пару слов в 45 минутах попробуем в этом разобраться. Я сегодня буду рассказывать не просто про разработку лекарств в общем, а именно о драг-дизайне. То есть это такой современный подход к разработке лекарств. Когда-то лекарства обнаруживались случайно, но сейчас это совершенно другой научный подход со своими четкими критериями и со своим, скажем так, степ-бай-степ таким гайдлайном, когда есть определенные шаги, которые нужно пройти. Окей, немножечко погрузимся в историю и то, что определенные растения и вытяжки из этих растений имеют какое-то физиологическое влияние на человека, было обнаружено еще очень-очень давно. Вот, например, это красавка или белодонна. Наверняка многие о ней слышали и белодонна содержит вот действующее вещество достаточно в большом количестве атропин. Когда-то она использовалась для того, чтобы расширять бронхи при бронхиальной астме, но из-за своей как бы токсичности сейчас оно используется крайне редко. В основном только при подготовке перед операцией и при отравлении специально такими боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия. Ну вот из поп-культуры немножечко. Это фильм «Скала» с Николасом Кейджем. Наверняка многие смотрели. Вот это VX, это боевое отравляющее вещество. Такое себе дихлофос на максималках, вот даже на ультрах. Вот и используется оно в ракетах. А вот в последних кадрах фильма, когда Николас Кейдж отравился этим, он колет себе шприц атропина прямо в сердце. Посмотрите фильм, если не смотрели. Вот меньше повезло людям, гражданам в Сирии. Потому что в 2013-2017 году там как раз были использованы вот эти ракеты с VX и погибло огромное количество народу. У них не было атропина. И в общем это достаточно опасная вещь. Но тем не менее атропин все еще иногда нужен. Поехали дальше. Есть еще огромное количество лекарственных растений. С каждым годом в древние века они открывались все больше и больше. И один из них наперстянка. Она, кстати, неплохо себя чувствует в Одесской области. И содержит она такие вещества, так как дигоксин, и дигитоксин. Как видно справа, оно все еще продается в аптеках и используется крайне редко. В основном для лечения некоторых аритмий и при сердечной недостаточности, но очень-очень редко. Вся сложность в том, что дигоксин имеет огромное количество побочных действий. Самое безобидное из них это ксантопсия. Человек воспринимает более усиленно желтые тона. То есть вот, например, дигоксином лечил Ван Гога его личный врач. Вот эта веточка дигоксина на перстянке, вот которым лечили художника. И поэтому последние картины можно увидеть у Ван Гога, такие очень-очень желтые. Ксантопсия это самые безобидные побочные действия. В основном это смертельные аритмии, поэтому дигоксин сейчас практически не используется. Дальше еще пару лекарственных растений. Это белая ива, коры которой получают солициловую кислоту, которая оказывает мощное противовоспалительное действие. Еще, наверное, пару сотен лет назад и отвар из коры ивы использовали при лечении ревматизма, когда очень сильно воспаляются суставы. Ну и, наверное, следующее лекарство, более знакомое, это снотворный мак, который содержит огромное количество действующих веществ. И основной из них морфин. То есть опий курили очень давно. Недавно были новости, что в Китае нашли трубку для того, чтобы корить какие-то вещества за тысячу лет до нашей эры. То есть очень-очень давно люди заметили, что мак оказывает чудесные свойства, поэтому его использовали. Но не все так просто, потому что, например, в той же белодонне содержится огромное количество еще дополнительных веществ, которые оказывают дополнительную токсичность. Поэтому... А, и следующее, это тот же снотворный мак. Например, кроме морфина, там содержится апаморфин, кадеин, папаирин, табаин, которые добавляют токсичности, в общем-то, препаратам опия. И, наверное, вот этот кадеин наиболее опасный из них. Из исторической справки есть доказательства, что римского императора Клавдия как раз отравили белодонной. А известный врач древности Авиценна как раз умер от передозировки опием, потому что он дал указание своему ученику приготовить ему снадобье. Ученик плохо учился, чуть-чуть передозировал, и вот так умер Авиценна. Поэтому такая грустная история немножечко. Потом начались эксперименты. Сначала ученые выделяли чистые, пытались выделить чистые вещества, чистый морфин, чистый атропин. Потом же начали добавлять, химически модифицировать эти структуры. Первым это удалось фирме Байер. Они взяли солициловую кислоту, добавили туда ацетильную группу, и получилось первое лекарство Блокбастер. Это аспирин. Дальше они решили продолжить свои эксперименты. Взяли молекулу морфина, добавили две ацетильные группы, и получилось отличное лекарство от кашля. Но это не точно. Потом это лекарство сняли с рынка, но тем не менее торговое название этого вещества, которое дали фирме Байер героин, он все еще остался. Ну, то есть все героин называют героином. Дальше. Эксперименты. Ну, народ, ученые, народ любопытный, и эксперименты на этом не закончились. Потому что не всегда природа дает нам то, дает нам что-то в чистом виде. Обычно там много всяких дополнительных веществ. И вот, например, спорынья. Это такой грибок, который живет на злаковых, и он содержит эрготамин и эргометрин. Это вещества, которые усиливают сокращение мышц, и в основном применяются при маточных кровотечениях. Но дело в том, что эрготамина и эргометрина очень малое количество в этом грибке. И ученые решили, ученый этот Альберт Хоффман, он решил подумать, а можно ли из лизергиновой кислоты, которой очень много в этой спорынья, сделать что-то ценное, достойное, и сделать лекарство, которое будет помогать останавливать маточные кровотечения. Лекарства он не получил, но получил вещество, которое, в общем-то, косвенно помогло открыть молекулу ДНК, двойную спираль ДНК, реакцию ПЦР. Ну, то есть он открыл ЛСД, который тоже применялся как лекарство в определенное время. Но потом был снят с рынка. Вот так вот эксперименты, эксперименты, эксперименты привели к тому, что синтезировались новые вещества, и эти вещества оказывались намного сильнее, намного безопаснее, чем их растительные аналоги. Тут нужно сказать, что вот эти растительные, вот есть много любителей растительных препаратов, это не очень хорошая стратегия, потому что вместе с действующим веществом в отвар, в настойку попадает огромное количество еще дополнительных. Поэтому не всегда растительное оно полезно, потому что мы не знаем, как это дозировать, мы не знаем, как выросло это растение, и сколько в нем одного или другого вещества. Синтетические можно дозировать, можно определить четкую структуру, можно определить четкую токсичность. Ну и пару слов о веществах. Кетаролак – это из той же группы, что и аспирин, и он около 800 раз более эффективнее аспирина. Все его знают как кетанов, и он действительно очень хороший препарат, в отличие от аспирина, который может вызывать кровотечение или другие токсические побочные эффекты. И вот фентанил – это наркотический аналгетик, аналог морфина, только в 100 раз сильнее. Ну, из жизни фентанила, наверное, есть интересная история, когда был захват заложников в Норд-Осте, это театр, может быть, кто-то слышал. Спецназ перед тем, как атаковать террористов, закачал через вентиляционную систему вот этот фентанил в виде пара, и проявилось одно из сильнейших побочных действий вообще всех наркотических аналогетиков, а именно угнетение дыхания. И очень много погибло заложников в то время, потому что они просто перестали дышать, а пока пришла помощь, это было уже поздно. То есть у всех лекарств, в том числе у синтетических, есть свои побочные действия, и врачи обычно выбирают между вероятной пользой и условным риском, и это не всегда простой баланс. Поехали дальше. Собственно, говорим о лекарствах, но так и не сказал, что есть лекарства. И вот задался я тоже себе этим вопросом и решил пойти в интернет. И на одном из первых сайтов я нашел такое утверждение, что лекарство – это небольшая органическая молекула, которая активирует или угнетает активность белка, тем самым проявляя физиологический эффект. Ну, изначально это утверждение неверно, и вот почему. Ну, например, кислород, йод и углерод, которые становятся лекарством после активации, активированный уголь все знают, они простые неорганические молекулы. Например, инсулин или интерферон – это огромные белковые молекулы, которые тоже не входят в это утверждение. Иногда в медицине используют бактериофаги – это такие убийцы бактерий, их естественные вирусы и враги. Приблизительно вот как-то так они выглядят, в природе без глаз только. И они тоже очень редко, но используются в медицине. Препараты вот такие спинраза или кинамра, они, заходя в клетку, блокируют РНК человека. То есть они не влияют на белок, они влияют на РНК человека. И вообще современный класс препаратов – это генотерапевтические золгенсма и глибера. Они вообще редактируют геном человека, исправляя в ней ошибки. Поэтому, если учитывать эту информацию, то лекарственное вещество – это чаще небольшая, чаще органическая, чаще молекула, которая меняет как-либо активность в организме. То есть либо это белок, либо РНК, либо вообще имеет другие цели. Лекарства раньше как-то получались случайно, а сейчас, чтобы не терять деньги, нужно искать их как-то целенаправленно. И, собственно, в этом-то и смысл драг-дизайна. То есть это целенаправленный поиск лекарств. Мы знаем что-то о биологической цели, мы знаем что-то о РНК или о белке каком-то, и мы целенаправленно именно к этому белку ищем лекарства. Вообще мотивировать фармакологическую компанию к разработке лекарства может многое. И вот несколько таких групп. В этом лекарстве должна быть потребность. То есть это лекарство либо для лечения редкого заболевания, от которого вообще не существует никаких лекарств, либо это существующие лекарства, сильно токсичны и не всегда могут для всех групп применяться. Например, лекарства от рака. Для этого должен быть стимул. То есть фундаментальные открытия в биологии, как, например, дешевый метод редактирования генома. CRISPR-Cas9 наверняка кто-то слышал. Или же за то, что в прошлом году предсудили Нобелевскую премию. То есть открытие механизмов иммунного ответа, очень ключевых, которые сейчас используются как такой основной точкой для разработки новых, совершенно нового класса противоопухолевых препаратов. Следующее, естественно, должна быть выгода. Фармкомпании должно быть выгодно разрабатывать это лекарство. И это не Big Pharma, что они воруют наши деньги. Потому что это очень дорогостоящий процесс. И фармкомпании нужно получить от этого какую-то выгоду. Сейчас разрабатывать антибиотики не очень выгодно. Потому что, во-первых, существует уже огромное количество на рынке антибиотиков. Во-вторых, человек обычно лечится этим неделю максимум. И все. А фармкомпаниям выгодно, чтобы лечились долго, желательно всю жизнь или несколько лет хотя бы. Чтобы можно было наладить производство и сделать лекарства дешевле. Ну, политика играет роль в разработке лекарств. Как, например, Билл Гейтс, который выделяет деньги для того, чтобы разрабатывались лекарства от болезней, которые существуют только в Африке. Потому что они сами не могут вложить в это деньги. Либо же, например, вирусы Эбола и Зика. Кстати, на прошлой неделе случилась новая вспышка. Но, тем не менее, это заболевание сотни лет косило народ в Африке. И никому не было до этого дела. Потому что, ну, они там, а мы где-то здесь. Как только появилась на горизонте возможность, что западный мир будет болеть лихорадкой Эбола, сразу же начались разработки вакцин. Причем от нескольких фармакологических компаний. И они гонятся за тем, кто выпустит первую вакцину. Следующее время. В среднем одно лекарство разрабатывается 8-15 лет. От принятия решения до выпуска в аптеке проходит вот такое время. Для сравнения, например, Facebook был открыт 15 лет назад, а марсоход Curiosity 8 лет назад запустили к Марсу. То есть, это большое-большое время. И то, что сейчас разрабатывается, начинает сейчас разрабатываться, в лучшем случае выйдет, ну, в 2027 году на рынок. Ну и деньги. В среднем это 700 миллионов-2,5 миллиарда долларов. Вот на этом рисунке 1 миллиард долларов наличкой. То есть, большие достаточно деньги. И фармкомпании нужно будет потом их как-то зарабатывать обратно. О роли современных технологий я бы хотел рассказать на примере одного заболевания, одного редкого заболевания. Называется оно спинальная мышечная атрофия. Пару фактов об этом заболевании. Вообще, оно возникает из-за того, что начинают погибать в спинном мозге нервные клетки, которые ответственны за движение. А так как спинной мозг – это посредник между головным и мышцами, то у человека начинает нарастать мышечная слабость, мышцы атрофируются до того момента, когда он полностью перестанет дышать, и, в общем, все закончится. Пару фактов о спинальной мышечной атрофии. Это самая частая причина смерти, детской смерти от генетических факторов. Второе. 50% детей со спинальной мышечной атрофии не доживают до 2 лет. Один из 6 тысяч детей рождается со спинальной мышечной атрофией. И в среднем каждый 50-й из нас носит в себе ген, который у детей способен вызвать это заболевание. Тема достаточно актуальная, и поэтому фармкомпании решили придумать лекарство от этого заболевания. Наверное, самым известным человеком со спинальной мышечной атрофией – это Валерий Спиридонов, который пару лет назад согласился на трансплантацию головы. Затея не удалась, но, тем не менее, он стал очень известный. Сейчас собирает деньги на издание книжки. В общем, у него ребенок родился, у него все хорошо. Но это, как и Стивен Хокинг, скорее редкость, потому что, опять же, как я говорил, 50% детей не доживают до 2 лет. И вот абсолютная мышечная атрофия, то есть мышц практически нет никаких. У него работает одна рука, и этого достаточно, чтобы стать хорошим программистом. И вот тут в 2016 году потрясает новость, что открыли все-таки лекарство от спинальной мышечной атрофии. Это была спинраза от компании Biogen. В 2016 году его приняли для лечения в Штатах и в Европе, но не по всему миру. Вот в Ирландии, например, 3 года длились забастовки, пока в этом году их регулятор не разрешил использование спинразы для лечения детей, которые проживают в Ирландии. А вот у нас оно до сих пор не зарегистрировано. Вопрос, как же работают эти лекарства. Я привел этот пример, потому что считаю, что это такой чит, это такой хак природы, который может быть. Нейроны погибают от того, что не хватает одного белка. Не работает ген, называется SMN1, который в норме дает большое количество белка, и нейроны не погибают. У этих людей мутация этого гена, белка не синтезируется в нормальном количестве, и нервные клетки начинают погибать. Более судя, в нашем организме есть еще ген SMN2, который практически идентичная копия первого. Они эволюционно возникли из-за одного предка. Но дело в том, что из-за одной мутации, из этого гена вырезается, во время созревания РНК, вырезается определенный кусок, который критично важен для функции этого белка. И в итоге образуется такой неактивный белок, которого еле-еле хватает для того, чтобы у тех детей дожить до двух лет. Вот приблизительно так ситуация у детей с больных с спинальной мышечной атрофией. Что делает спинраза, о которой я говорил? Спинраза, она блокирует определенное... Она представляет собой коротенькую РНК, которая блокирует другую РНК, из которой потом впоследствии будет синтезироваться белок. И тем самым, используя резервы, используя ген SMN2, который чаще всего рабочий, используя резервы этого гена, но направляя его созревание нужным образом, получается нормальный, хороший белок, активный. И в общем-то, что позволяет остановить прогрессирование заболевания. То есть, если болезнь прогрессировала, то мертвые нервные клетки не вернуть. Но, тем не менее, лечение, если начать рано, то этого достаточно для того, чтобы человек прожил достаточно долго. В фирме Навартис решили пойти совсем другим путем. Они взяли аденоассоциированный вирус, запихнули туда те самые CRISPR-Cas9 для редактирования генома, запихнули нормальную копию гена SMN1, и вот этот вирус, заражая клетку, вносит в геном человека нормальную копию, и все становится хорошо. Но, кроме цены. Цена золгенсмы – это около 2 миллионов долларов, а годичный курс лечения спинразой за первый год 700 тысяч, а за последующие года около 350 тысяч долларов. То есть, это недоступные лики. Вот таким образом, используя, наверное, резервы организма и используя современные биологические исследования, современные данные о организме человека, можно разрабатывать лекарства от таких редких заболеваний, которые считались раньше неизлечимыми и не существовало никаких лекарств. Окей, какие же стратегии могут быть у фармкомпании для того, чтобы разработать лекарства? Первое, то, собственно, что я вам рассказывал. Мы знаем о спинальной мышечной атрофии, мы знаем, из-за чего она возникает из-за мутации в гене, мы знаем, что нужно сделать и разрабатываем лекарства. То есть, стратегия от болезни. Вторая стратегия – это от лекарства. Вот в яде этого паука содержится вещество, которое очень-очень селективно, очень точно блокирует ионные каналы в мозге человека. Именно эти ионные каналы ответственны за степень поражения во время инсульта. То есть, при инсульте может отмереть как небольшой участок мозга, так и огромный. И именно вот эти каналы участвуют в этом процессе. И гипотетически, выделив это вещество, можно значительно уменьшить повреждения во время инсульта и, можно сказать, придумать лекарства от инсульта. То есть, есть вещество, и мы его определили, мы знаем, что оно делает, и гипотетически на его основе можно придумать другое лекарство. Ну и третья стратегия – случайно, как был открыт пенициллин, как были открыты лекарственные растения. Но, как говорил мастер Угвей, случайности не случайны, потому что Флеминг целенаправленно работал и с бактериями, и с грибками. Не случайно эти грибки оказались у него в лаборатории. Окей, теперь, собственно, к этапам. Первый этап – это разработка химической формулы. Это разработка самого лекарства, разработка… Мы изучаем литературу, определяем, какой белок или какой фактор возникновения этого заболевания, а уже дальше, отталкиваясь от этого, придумываем новое лекарство. После того, как мы придумали несколько химических формул, переходим к доклиническим испытаниям. Чаще всего это лабораторные… Всегда это лабораторные животные. После этого, когда определяется какая-то очень инновационная молекула, то ее лучше запатентовать, потому что, чтобы другие не украли эту идею и не начали использовать первыми. После этого начинаются клинические испытания, и они делятся на несколько этапов, о которых поговорим чуть позже. И уже после клинических исследований, когда становится понятно, что то, что мы придумали, хорошо работает, безопасно, эффективно, тогда мы идем к регистратору. Например, в США это FDA, Food and Drug Administration. В Европе это EMA, в Украине это Центр регулирования лекарских речевым, что-то такое. В общем, в Украине мало кто разрабатывает новые лекарства, поэтому обычно в новостях, в заголовках новостей фигурирует FDA, что FDA в Штатах одобрила вот такую-то молекулу для лечения такого-то заболевания. После этого можно запускать производство и начинать рекламную кампанию и продавать лекарства уже по той стране, где нам разрешили его использовать. Давайте поподробнее, немножечко о первых двух разработках и клинических испытаниях, потому что они наиболее интересны с точки зрения драг-дизайна. В первую очередь в фармкомпании, когда мы определились, от чего мы будем делать лекарства, нужно определиться вообще, что существует. Может быть так и все хорошо, например, как с жаропонижающими или обезболивающими, все отлично и не нужно ничего нового придумывать. Следующий этап – это исследование. То есть что-то не изучено, вот например, как со спинальной мышечной атрофией. Еще до разработки лекарства фонд выделил 500 тысяч долларов для того, чтобы группы, исследовательские группы по университетам со всего мира изучали это заболевание с целью уже найти конкретные лекарства. После того, как мы исследовали само заболевание, время определить цель, на что мы будем влиять. Мы будем вносить новый ген, как с препаратом золгенсма, или мы наоборот будем использовать резервы организма и использовать резервный ген для того, куда будет действовать наше лекарство. Следующий момент – идет компьютерное моделирование, потому что сейчас это более выгодно. Это экономит человеческие ресурсы, это экономит денежные ресурсы, потому что в компьютере можно прогнать симуляцию с миллионов молекул и использовать в будущем уже в лаборатории самые перспективные. Ну, а потом даем дело роботам, которые синтезируют эту молекулу, которые эту молекулу уже проверяют в клетках, проверяют в пробирках, и это идет автоматически в огромном, большими, ускоренными темпами. Ну, а между двумя вот этими ин-виво и доклиническими испытаниями обычно граница очень смазана. То есть, допустим, мы определили несколько потенциальных молекул, после этого их проверили на животных, увидели, что они сильно токсичны, вернулись на шаг обратно, чуть-чуть модифицировали, пошли дальше, и так циклично, пока мы не найдем то, что нам нужно. Все-таки, то, что я говорил о генной терапии, это все сейчас редкость. Чаще всего сейчас придумывают лекарства против определенных белков, которые либо нормальные, либо наоборот плохо работают, либо работают не так, как нам нужно, либо вообще не работают. И против этих белков мы обычно придумываем маленькие молекулы, которые с ними свяжутся, или их активируют, или их заблокируют, и тем самым проявится физиологический эффект. Чаще всего используются, чаще всего лекарства придумывают против рецепторов. Это такие белки на поверхности клеток, которые при влиянии на которых клетка начинает работать нужным нам образом. Например, есть рецепторы к адреналину на поверхности клеток нашего сердца, и влияя на них, можно ускорить сердечный пульс. Тем самым можно придумать лекарство, которое будет активировать нужный нам белок и будет ускорять пульс, или наоборот замедлять. В общем, то самое компьютерное моделирование. Сейчас без него никуда, потому что это выгодно, это целесообразнее, чем, как в старые добрые времена, синтезировать молекулу, давать это крысам, они будут умирать, и потом заново и заново. Сейчас этот путь можно ускорить значительно, симуляцией в компьютере. Сначала для этого нужно найти трехмерную структуру белка. Используются при этом существующие базы уже. Например, Protein Data Bank, можно зайти туда, и практически любой белок человеческого организма можно скачать в трехмерную структуру. После этого у себя на компьютере покрутить, посмотреть вообще из каких аминокислот состоит, из каких молекулы, какой его вес, размеры и так далее. Следующий момент. Нам нужно определить, какой же активный центр у этого белка. Чаще всего белки, они огромные, но работает у них маленький кусочек, который делает нужную нам функцию. А все остальное просто вот такой каркас для того, чтобы этот активный центр был именно такой, который нужен белку. Как получить трехмерную структуру, если белок не изучен? Фармкомпании приходится этот белок выделять в кристаллической форме и прогонять через МРТ, практически как привычные нам МРТ, но таким образом можно определить его микроскопическую структуру. Активный центр можно определить, например, если мы возьмем тот же белок из поверхности клеток сердца, добавим к этому белку адреналин, все это вместе выкристаллизуем, загрузим в МРТ, и таким образом, увидев, где находится адреналин, мы можем сказать, что вот здесь активный центр этой молекулы. И этот активный центр нам нужно либо заблокировать, либо активировать. После этого нам нужно придумать лекарства, придумать кандидаты в лекарства. Именно какая молекула будет тестироваться и какая молекула будет нашим кандидатом для моделирования. Сам процесс компьютерного моделирования нехитрый, потому что сейчас есть огромное количество программ. Главное потом проанализировать результаты. Если мы вот на этом этапе, на этапе отбора кандидатов, выбрали, например, миллион или сто тысяч молекул, после, на этапе анализа данных, нам нужно выбрать, ну, желательно тысячу, которые более-менее потенциально будут являться лекарствами. Как же определить базу кандидатов? Потому что, согласно химической реферативной службе США, сейчас существует около 141 миллиона химических веществ. И потенциально каждый может быть лекарством. Но нет. У лекарства чаще всего есть такие, скажем, свойства, которые будут говорить, что, скорее всего, вот эта химическая структура будет лекарством, а вот это нет. Это называется правило пяти липинского. То есть, эта молекула должна быть небольшой массой до 500, она должна быть не сильно растворимой в жирах, то есть, должна иметь липофильность, какую-нибудь меньше. Она не должна содержать большое количество кислорода или азота, чтобы не быть сильно токсичной и так далее. То есть, руководствуясь этими правилами, можно отсечь из 141 миллиона, там, пару десятков миллионов. А уже дальше начинается процесс компьютерного симулирования. Как я уже говорил, есть огромное количество программ, в которые нужно просто загрузить трехмерную структуру белка, потенциальных химических, потенциальных кандидатов, запустить процесс симуляции и пойти пить чай. Ну, пить чай можно, наверное, недельки, две, потому что, если мы выбрали, как кандидатов, 10 миллионов лекарств будущих, то компьютер, даже суперкомпьютер, будет работать достаточно долго. После того, как из нескольких миллионов круг сузился до нескольких сот тысяч, вот дальше уже можно эти вещества синтезировать и уже проверять, а реально ли они работают. Но для этого нужно синтезировать этот белок, для этого нужно синтезировать эти химические элементы, добавить их в одну пробирку и посмотреть, а что же будет. Вот этим занимаются как раз сейчас такие роботизированные системы, которые называются High-Frooutput Screening, то есть они берут сотни тысяч молекул, добавляют куда нужно, делают то, что нужно, измеряют определенные параметры и уже потом скидывают все на компьютер, которые потом компания или исследовательская группа может перепроверить. Ну, как-то так они выглядят, это большие роботизированные системы с большим количеством компьютеров, с пробирками, и вот тут сейчас очень аккуратно начнется видео, как они вообще работают. То есть для того, чтобы запустить весь этот процесс, нам нужно синтезировать, нам нужно у кого-то закупить белки, нам нужно закупить потенциальных кандидатов, и только потом можно все это дать вот этой машине, которая все будет проверять. Именно поэтому компьютерное моделирование это очень важный этап. На этом этапе нужно отсеять максимальное количество того, что очень плохо работает, иначе мы потратим большое, ну, не мы, фармкомпания потратит большое количество денег и на эти системы, они очень дорогостоящие, и на синтез белка, и на синтез вообще, да даже на пластик, потому что пластика идет большое количество. Ну, так оно приблизительно работает. Как я уже говорил, иногда может быть случиться так, что мы провели симуляцию, мы провели уже вот такой вот опыт в пробирке, и лекарство может не оказаться таким, как нужно. Например, оно может быть очень токсичным, хотя очень хорошим. Для этого, для того, чтобы как-то обойти эту ситуацию, используется процедура Q-ZAR, когда мы целенаправленно меняем какие-то группы, вот у лекарства, например, мы меняем цикл внутри на совсем другой, и мы знаем, что если поменять, например, молекулу азота в определенной позиции, то, скорее всего, растворимость увеличится. Если добавить серы, то, скорее всего, токсичность увеличится. То есть, зная вот такие моменты уже из огромной базы, мы можем сказать, что поменяв вот эти позиции в лекарстве, можно добиться нужных нам результатов. Ну и после, обычно после вот этого скрининга остается до десятка кандидатов, которые показали очень хорошие результаты в симуляции, которые показали очень хорошие результаты в пробирке, и уже их можно использовать для тестирования на животных. Что же нужно тестировать на животных? Какие параметры лекарства нужно проверять? Во-первых, это токсичность. Зачем нам жаропонижающий препарат, который, например, может убить печень? Как, например, может это сделать аспирин? Зачем нам лекарство, которое имеет определенное количество побочных действий? А именно, например, димедрол. В общем, препараты от аллергии первого поколения имеют большое количество, тот же димедрол, супрастин, имеют большое количество побочных действий. Одно из них сонливость. И, в общем, можно использовать вот этот побочный эффект, как основной. Если давать димедрол или другие аналоги, другие препараты от аллергии, там, при бессоннице, например, если вас укачивают, есть такие розовенькие таблетки от укачивания, это используется побочный эффект препаратов против аллергии первого поколения. Дальше нам нужно исследовать, как же всасывается это лекарство или вообще способно ли оно через желудочно-кишечный тракт проникать или нужно будет его колоть. Вот, например, любимое лекарство украинских стационаров цифтриаксон антибиотик. Вот он не может всасаться через желудок, потому что он разрушается кислотой желудка и его можно использовать только в виде инъекций. В странах, где запрещены пытки, это внутривенные инъекции, а у нас внутримышечные. Дальше нужно определить, где распределяется у животного, в каких тканях где распределяется это лекарство. Например, йод у нас собирается только в щитовидной железе. Да, очень плохо видно, но это вот щитовидная железа и весь йод, в том числе радиоактивный, собирается только в щитовидной железе. Дальше нужно изучить метаболизм. То есть, какие пути проходит это лекарство в организме человека? Что отщепляется, что добавляется, как выводится, это чуть позже, то есть, какие трансформации, как организм влияет на это лекарство. Вот, например, лекарство, которое я упоминал ранее, это аспирин и героин, они не представляют собой лекарство. Это пролекарство, то есть, сами по себе они физиологического эффекта не влияют. Попадая в организм, отщепляется от них ацетильная группа и тогда уже они начинают действовать. То есть, сам по себе аспирин, он неактивный, от него отщепляется ацетильная группа и тогда салициловая кислота уже проявляет свой физиологический эффект. То есть, эти моменты тоже нужно будет проверить у животных. Ну и как выводится лекарство, достаточно важный момент, потому что вот есть рефампицин, это антибиотик для лечения туберкулеза, вот он имеет розовый цвет и выводится со всеми биологическими жидкостями, с мочой, с потом, со слюной и со слезами, если бы передозировка рефампицином, то слезы, пот, все может быть такого оранжевого, желто-красного цвета. Из примеров, наверное, что имеет важное клиническое применение, это препараты, которые выводятся через почки и через печень, потому что на определенных стадиях болезней сердечно-сосудистых, диабета, почки практически не работают, и важно назначать лекарства, которые выводятся через печень, чтобы не менять передозировку и не, чтобы не было передозировки токсического влияния. Для тестов используют животных, огромное количество лабораторных животных, это как грызуны, так и собаки, кошки, приматы, огромное количество их. И выбирая, выбрать лабораторное животное, помогает как раз близость исследуемого нам органа, исследуемого нам белка с человеческими. Например, определенные белки у нас ближе всего более похожи на собак, другие на свиней. Чаще всего всегда начинают тесты с крыс, с мышей, потому что их легче разводить, они дешевые, а потом уже можно переходить на более дорогостоящих животных. И ключевая роль, это чем более похожи человеческие и животные белки, тем лучше. Как я уже говорил, практически все начинается с мышей. Сейчас существует огромное количество мышей, на которых тестируют лекарства. Мыши, у которых подавлен иммунитет, мыши, которые чувствительны к инфекционным заболеваниям, мыши, у которых сразу же развивается сахарный диабет, мыши специальной линии, у которых возникают те или иные виды опухолей. То есть линий мышей огромное количество. на них чаще всего еще проводят фундаментальные исследования. Наверняка вы видели в интернете картинки мыши, на спине которой растет человеческое ухо. То есть отредактировали геном мыши и таким образом предполагается выращивать человеческие органы. На крысах чаще всего исследуют токсичность, потому что печень и дезинтоксикационные свойства организма крысы и человека очень-очень похожи. Собаки географически наиболее используемы. Те же космические собаки Белка и Стрелка. Собаки на которых Демихов пересаживал из одной собаки другой голову. То есть огромное количество собак использовались та же собака Павлова, которые использовались в экспериментах. Но это дорого на самом деле разводить собак и следовательно на них лекарства. Поэтому сначала все на крысах. Следующие могут быть кролики. Хоть они тоже грызуны, но их тоже тяжелее разводить. И например первую вакцину целенаправленную Пастер открыл именно изучая как влияет бешенство на организм кролика. Тем самым культивируя в организме кролика вирус бешенства. Таким образом он сделал второй в мире вакцину, которая очень хорошо работает. Например сколько процентов людей умирает когда проявляются симптомы бешенства? 100% умирает, поэтому без вакцины это очень плохо. На свиньях исследуют лекарства, которые наносятся на кожу, потому что кожная система свиней и человека очень похожа. И сердечные импланты, сердечные клапаны они практически в том же размере используются на свиньях. Свиные клапаны когда-то пересаживались человеку. То есть свиньи используются больше для сердечно-сосудистой системы, ну и для кожных заболеваний. Сейчас косметологические фирмы все чаще уходят от того, чтобы тестировать свою продукцию на свиньях. Раньше вся косметика сначала тестировалась на свиньях, потом выпускалась на рынок. Ну и сейчас ни одно лекарство не выйдет на рынок, не будучи протестированным на приматах, потому что они так получилось, что человек входит в отряд приматов и если оказываются какие-то эффекты побочные на приматах, то уже лекарство не сможет выйти на рынок из-за своей токсичности или из-за своих свойств, которые могут проявляться уже в отдаленных поколениях. Та же история с талидомидом. Этот препарат, который использовался у беременных при бессоннице, вызвал очень сильные пороки и отсутствие конечностей, и он не был протестирован на приматах. Хотя если бы это было, то можно было бы избежать рождения десятков тысяч детей без конечностей. Поэтому все лекарства сейчас должны проверяться на приматах. И пару слов о клинических испытаниях. после того, как мы на животных отобрали из десятка отобрали одну, две, чаще всего, ну, реже всего три молекулы. И уже эти молекулы используются на, исследуются на людях. Первый этап это обычно до ста человек. Это здоровые добровольцы чаще всего, у которых нужно проверить вообще, а так ли у человека, как и у животных. То есть валидировать данные до клинических исследований. вторая фаза это чуть большее количество людей. Определяется схема, доза, кратность приема и безопасность. Например, для первой фазы не всегда это здоровые добровольцы, потому что если мы исследуем лекарства от рака, они обычно очень токсичны, то как-то негуманно на здоровых добровольцах давать токсичные препараты. третья фаза это уже чаще всего мультицентровые в нескольких странах, в нескольких клиниках большие рандомизированные с плацебо исследования, которые проверяют насколько данное лечение более эффективно, чем существующие аналоги. После того, как мы условно на трех тысячах людей проверили лекарства, то идет уже подаем заявку регистратору, например, FDA, регистратор говорит, что окей, лекарства можно выпускать на рынок, но тем не менее, даже после этого продолжается, фармакологическая компания продолжает исследовать этот же препарат. Ну, например, на второй фазе, кстати, огромное количество лекарств, которые отзываются фирмой-производителем и не выпускаются на рынок после второй фазы исследования. Одна из них это серглифлозин для лечения сахарного диабета. Ну и, наверное, более известна нам нашумевшая полгода назад история с Эриспалом, которую уже после регистрации, после многих лет приема фармакологическая компания сервия французская отозвала из рынка. Это противокошлевой препарат, который очень широко у нас тут, судя по вашим глазам, никто не пил Эриспал, ну и отлично, его отозвали. Он очень токсичный, может вызывать аритмию, поэтому я думаю, что аритмия это такое очень большое наказание для лечения кашля. Я покашляю, наверное, лучше, чем потом будет серьезная аритмия. Готовясь к этой лекции, я начал готовиться где-то с мая месяца, я провел такое небольшое исследование, проверил отношение чистой прибыли к годовому обороту у различных компаний. Потому что в голове многих людей и вообще в газетах существует такое, что Big Pharma, Big Pharma, они нас зарабатывают опять же, те же 2 миллиона долларов за одно лекарство. Это очень дорого. И я решил проверить, настолько ли хорошо зарабатывают фармакологические компании. Вот этим цветом обозначены IT-компании Facebook, Oracle, Google, Microsoft и Amazon. То есть при годовом обороте в 50 миллиардов долларов Facebook получает чистой прибыли 21 миллиардов долларов. То есть это больше 40% идет в прибыль компании. На втором месте идут банки, большие банки Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup и другие. То есть дальше идут компании, которые производят электронику Cisco, Apple, Intel, IBM. И только после этого идут фармакологические компании по прибылям. И получается, что на самом деле гораздо выгоднее продавать рекламную площадку, гораздо выгоднее продавать айфоны и андроиды, чем разрабатывать новые лекарства. И это при том, что все эти компании из этого списка имеют годовой оборот больше 50 миллиардов долларов. А все фармакологические компании имеют меньше 50, то есть они в общих мерках небольшие. Но тем не менее разрабатывать лекарства выгоднее, чем добывать нефть. Вот это Chevron, ExxonMobil и так далее. Пока есть немножечко времени, я бы еще хотел рассказать о компьютерном моделировании, как его можно провести дома и как дома можно искать лекарства от чего-либо. Вот которые применяются для производства касторового масла. Касторовое масло слышал когда-то кто-то? Да. Это такой препарат для очистки кармы, еще до дуфалака использовался. Но проблема в том, что клещевина производит такую молекулу рицин называется. И эта белковая молекула является топ-1 из растительных ядов и входит в десятку самых ядовитых веществ вместе с ботулотоксином, токсином столбняка и так далее. То есть она очень-очень ядовитая. Работает она следующим образом. Эта молекула откусывает один кусочек, один нуклеотид из белковой фабрики клеток, это рибосома, которая производит белок, и она откусывает один-один маленький нуклеотид. Потому что обычно все работает так. Большая субъединица встречает ДНК, к ним присоединяется малая субъединица и они ждут. Ждут синтеза субъединица вот этот завод так и стоит не производя белок. Рецин делает так, чтобы эта молекула не присоединилась и белка не образовывалась в организме. Вот приблизительно так выглядит трехмерная структура белка. Я думаю потом я скину презентацию и можно будет рассмотреть. Она огромная состоит из двух частей. Одна помогает зайти в клетку, а другая как раз откусывает все эти нуклеотиды, которые нужны. Что насчет токсичности? Звучит как химическое оружие. Можно дома сделать и использовать против недрузей. Так и происходит, потому что например Барак Обама за всю свою каденцию он писем 7 или 8 получил с рецином. Наивные люди хотели таким образом препятствовать демократии. У рецина вот эти молекулы образуют активный центр. Если разрабатывать антидот, то лучше всего проверять насколько какая-то молекула будет влиять именно на это место. Потому что все оставшееся не имеет значения. Поэтому я дома проводил компьютерное моделирование именно в пределах этого параллелепипеда, чтобы проверять какие лекарства могут быть антидотом. Из публикаций стало понятно, что аденин это естественный аналог, естественный субстрат этого белка. Но публикации говорили, что птеридины, то есть производные гетероцикла более перспективны для получения лекарства. Поэтому я взял где-то 150 молекул и запустил вот это все молекулы и запустил процесс симуляции. Так как у меня дома не было суперкомпьютера, надо было ужать количество веществ, которые нужно исследовать. Как вы думаете, какие в первую очередь вещества нужно проверять в качестве антидота? Доступные лекарства. Те лекарства, которые уже существуют на рынке, для которых уже исследовали какую-то токсичность, дозировку и в общем-то их легко синтезировать. Это все существующее лекарство. Дальше запускается моделирование на компьютере и идем пить чай. Я пил чай по-моему 96 часов пока шло моделирование, пока мой компьютер и не только мой, там я использовал два компьютера для валидации, пока он не потуху в общем-то уже изнемогая. Получились результаты достаточно неплохие. То есть те лекарства, которые я использовал, они потенциально могут быть лекарствами, могут быть антидотами. И это вот, наверное, вот рибофлавин это витамин, который в принципе теоретически мог бы быть антидотом. Но проблема в том, что вот рецин, он за одну минуту уничтожает 1500 рибосом. И поэтому для такого рода антидота просто не будет времени. Если человека отравили рецином, то нужно сначала понять, что это именно рецин, потом дать антидот, и скорее всего будет уже очень-очень поздно. Поэтому лучше придумать вакцину, потому что это белок. Лучше придумать вакцину от рецина, и тем самым защитить себя. Ну, пока исследования в области изучения рецина заморозились, есть. Но есть большое количество исследований, если кому-то интересно, я скину скрипты, скину все, что я использовал. А чтобы не было так грустно, это не пенопласт, как говорили мне на репетициях, это поверхность белка, которую я проводил моделирование, а вот тут сюда хорошенечко уложились, упаковались те вещества, которые показали лучшие результаты. Вот это другое лекарство, это рибофлавин, ой, нет, это был флавин, это рибофлавин, нуклеотид, это метатриксат, химиотерапевтический препарат, который тоже, несмотря на свою токсичность, мог бы быть лекарством, полиевая кислота, ну и другие, другие. Все. Если вам интересно, как сочетается компьютерное моделирование, как сочетается в общем-то информатика и биология, приходите на наш биоинформатический клуб, который вот мы вместе с Александром запустили, мы там изучаем как, изучаем гены в одним словом, и моделируем всякие, программируем, в общем, у нас очень интересно. Ну и мой месседж, самолечение может быть опасным для вашего здоровья, поэтому не придумывайте лекарства дома, ну не, придумывайте, но не тестируйте на себе, пожалуйста. Вот, если возникнут вопросы, вы мне можете написать, ну а сейчас можно их задать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...